Приветствую вас, Илья, давайте разберем ваш вопрос. Первое, если начинать с того, как вообще все должно быть, да, если начинать с такого вот алгоритма, то не совсем понятно, что вы в этой ситуации хотите. То есть, ну, вот вы описываете определенный кризис в отношениях, да, вы описываете, что пропали чувства, там, охлаждение, это, в общем, все. Это довольно такая, ну, житейская история, когда в паре наступает кризис. Но у вас есть момент, при котором вы ругаетесь и грубите. То есть, ссоритесь и докапываетесь до девушки в плане того, появился ли у нее кто-то. И, на мой взгляд, вот здесь очень важно разобраться в себе. То есть, что лично у вас, лично для вас, делает возможным ссоры. Ссоры. Ссоры, скандалы, там, сцены ревности, да. Следующее. Вы говорите, что занимаетесь бизнесом. У меня есть только ощущение, что вы занимаетесь бизнесом ради своей девушки, чтобы ее как-то вот удержать, чтобы ее как-то привлечь и так далее. Я в этом не уверен, но, походу. Собственно, есть ощущение, что у вас есть элементы любовных зависимостей. То есть, с одной стороны, вроде бы вы хотите быть с ней, но, с другой стороны, вы не принимаете и не уважаете позицию, выбор и чувство своей девушки. То есть, по большому счету, вы постоянно мечетесь между преследователем, который, условно говоря, следит, который допрашивает, который обвиняет, ссорится. Да. И, с другой стороны, вы жертва, когда начинаете дарить цветы, что-то делать и прочее. Вот, в общем, классический пример, классический пример того, что я говорю из вашего текста. Вы пишите, мы с грачом провели время, ей было приятно, обнялись, я ее обнял, она была не против, пошли по домам. На следующий день поругались. И через неделю там дальше идет продолжение. Из-за чего поругались? Что произошло? Какой ваш вклад в ссор? Какой ее вклад в ссор? Осознаете ли вы свою ответственность за действия КПРС в расшире? Вы пишите, что у нее крутая, в кавычках, семья. Вот, есть у меня такое чувство, такое подозрение, если угодно, что вы как бы стыдитесь себя. Вы стыдитесь себя, вы стыдитесь своего положения, может быть. То есть, не удовлетворены вы собой, самим собой. Понимаете? И, вероятно, это является причиной вашего такого вот не совсем стабильного взрывного поведения. Внутренние противоречия, стыд, обвинения, обесценивания. Восприятие девочки как возможности для себя что-то доказать. Восприятие девочки как шанса всего-то добиться. Я бы здесь обратил ваше внимание на то, каким значением для вас обладает девочка. По какой причине вы ситуацию с ней называете потерянной? То есть, есть у меня подозрение, что называя ситуацию потерянной, вы подразумеваете, что можете потерять девочку. А подразумевая, что вы можете потерять девочку, вы имеете в виду, что, ну, вы ее, по сути, лишаетесь. Такое восприятие человека склонно видеть партнера как некую ценность, как даже не ценность. Видеть партнера как некий предмет, который необходим человеку, в данном случае вам, для того, чтобы лучше себя чувствовать. Это грани деструктивно для отношений любых и для ваших в том числе. То есть, это показывает вас не самостоятельность. Это показывает то, что вам нужен кто-то, чтобы чувствовать себя в порядке, чувствовать себя хорошо. Вот. Ну, в принципе, такой ответ можно вам дать. Вот вы пишете еще, что началось все в 5-6 месяцев года, сказалось, что остыли, а остыли, пропали чувства. Что сказал мне очень понятно. Я упросил дать шанс отношениям, она дала, но через неделю все провалилось. Что значит, вы упросили дать шанс? То, что вы подразумеваете под этим, что упросил дать шанс. Разными способами, уговорами, задариванием, видом, что изменился, помощью до 100-го года делать, то получить еще административную тоже. Понимаете, что вы здесь лжете себе и лжете ей видом, что изменился. На самом деле вы не изменились, но делали вид, что изменились. Здесь очень важно обратить внимание на значение для вас, девушки. Какое значение она имеет? Я реально не соответствовал рейтинговым мужчине, мужчине, а это как? Много было слов, не так много делает, не знаю, что я ничего не делал. Был полным пассивом, я всегда был рядом, когда помогал ей, когда просил в развитии, что был унициатром, помощь не хотела, отказывалась, я все равно помогал. Вы считаете, что это хорошо? Только на помощь отношения выстраивать. Вот на такие моменты в целом постарайтесь обратить внимание, и дальше уже на терапии, я думаю, нужно будет это все более подробно разбираться. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Поехали! Поехали! Поехали!